А перед просмотром советую вам World of Warships, это замечательная игра про морские баталии, которая захватит тебя с первых секунд, а если зарегаешься по ссылке в описании, то получишь на халяву премиум крейсер Диана и миллион серебра. Так что до встречи в World of Warships! Всем привет, с вами Ванделей, и после долгого прерыва мы возвращаемся к игре Call of Duty World of War. В этом ролике мы поговорим обо всём том, что у меня накопилось за это время, и начнём с самого начала игры, уже здесь заметен первый ляп. Несмотря на то, что японец выжигает пленному глаз, после освобождения мы видим, что у трупа глаза целы. В той же миссии, прямо как в советской кампании Первой Колды, слева и справа от нас пылут бойцы, которым не стали пририсовывать ноги, дабы не нагружать движок. Однако, в отличие от Первой Колды, тут дела ещё немного страннее. Дело в том, что у этих бойцов, помимо всего прочего, ещё и отсутствуют глаза. Если в миссии Вендетта дать себя обнаружить, то это может породить самые разные баги. Вот, например, Резнов внезапно перестал открывать рот на своих фразах, принявшись чесать себе живот рукой через спину, а обнаруживший нас немец, начал методично расстреливать землю. При этом в определённый момент Резнов может скачать и достать из воздуха второй ППШ, забыв про тот, что лежит на земле. А ещё забыв про стеночку фонтани, просто пройдя через неё. И, Резнов, ты как-то не так пихаешь в магазин, если честно. Кроме того, Резновы вообще могут убить, и игра продолжится дальше, хотя обычно в таком случае нас тут же отправляют до чекпоинта. И интересность этих багов именно в том, что это всё без использования читов, а просто если вовремя не грохнуть одного из немцев. Также в миссии Вендетта можно найти французские продукты. К миссии «Их земля, их кровь» нас ждут, во-первых, бессмертные немцы, во-вторых, грузовики без водителей, и, в-третьих, выпученные глаза красноармейцев в конце, без понятия, чем вызван этот ляп, но он также довольно жуткий. В начале миссии «Стальное кольцо» комиссар говорит, что сегодня день рождения фюрера, однако действия происходят 23 апреля, а не 20-го. Впрочем, не так уж сильно он и ошибся. Под картой миссии «Неумолимый» разрабы оставили три стационарных браунинга, причём использовать мы можем только один из них, разумеется, с помощью ноклипа. В миссии «Взрывая и выжигая» разрабы привязали основное задание к этим снарядам для миномёта, поэтому они подсвечиваются жёлтым, однако это вовсе не значит, что их можно или нужно подобрать. В этой же миссии мы можем пройти насквозь через танк. Если в начале миссии «Выселение» подлететь к ленному немцу на ноклипе, то мы увидим вот это. И должен признать, что World at War – самые жуткие баги во всей Сирии. Боже, с каждым разом использовать ноклип всё страшнее и страшнее. Но я, конечно же, заюзал его снова, в танковой миссии. Здесь пришлось немного покопаться. Дело в том, что ноклип работает в данной миссии крайне криво, и описываемый баг я покажу на примере скриншотов, а не дёрганого видеоряда. Суть в том, что вот так выглядят бойцы в бункерах и на вышках. Да, они уже мертвы, и у них, блин, тоже нет глаз. Проверить это можно с помощью огнемёта. Сгоревшие бойцы не погибают и продолжают стоять. Полная, полная жуть. В начале миссии «Сердца Рейха» мы можем встать на пути этого орудия, и оно спокойно пройдёт сквозь нас. Ствол орудия также проходит сквозь главного героя, и даже бронебойные снаряды не могут остановить советского бойца. Если же следовать за Резновым, то мы выйдем к этому зданию, на верхнем этаже которого из пулемёта срочит немец, который уже слился со своим оружием в единое целое. А слева от здания представлена последняя разработка СССР. Катюша без водителя, в которой сами собой появляются снаряды и летят прямо во врага. Как говорится, всё по секретным документам. По правому краю этой же локации разработчики расположили несколько танков, которые просто стоят и роли в миссии не играют. И, наконец, если не забежать в Рейхстаг, то через двери можно заметить, что в Ду-3 находятся три бессмертных немца. На превьюшке же миссии «Крах» изображены фашистские знамёна без свастики. Но если приглядеться, то можно заметить, что в белых кругах всё-таки есть еле заметные чёрные кресты, на которые была заменена вся свастика в немецкой версии игры. В сетевой же игре, к примеру, в этом месте нельзя поставить мину, а во всех остальных можно. Наконец, забавные недочёты ждут вас в кооперативе. Это, например, анимация бега вашего сотоварища, когда он смотрит в потолок. То, как он будет держать флаг. Как этот флаг на мгновение мелькнёт на экране в каком-то дефолтном положении. Ну и лампочка над головой в этой сцене, когда вы пишете в чат. Также выглядит довольно забавно. Ну что же, а на этом выпуск подходит к концу. Помните, что у меня есть и другие подборки по этой игре, где также немало багов и ляпов. Собственно, ссылки на них сейчас на экране, можете посмотреть. Ну а у меня на этом всё. С вами был Ванделей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!